Всем привет! Сегодня поговорим о новом смартфоне P Smart Plus. В некоторых странах его еще можно встретить под названием Nova 3i. У модели узнаваемый градиент, по две камеры спереди и сзади, а также новая платформа Kirin 710. Это первый смартфон с таким процессором, поэтому интересно узнать, на что он способен в своем среднем сегменте. Плюс в названии вроде бы должен говорить о каком-то простом улучшении. Например, что в новой версии экран сделали больше или память добавили. Но по факту она сильно отличается от обычного P Smart. Так что это даже не версия, считай другой смартфон. Если вспомнить про название Nova 3i, так это и есть. Но я не буду сейчас уходить в дебри азиатского нейминга, это тема для отдельного видео, а лучше расскажу о новой платформе. 710 пришла заменить Kirin 659 в среднем сегменте, и это первый чип Huawei, выпущенный по 12-нанометровой технологии. До него было 16,10 нанометров, 12 пропустили. Huawei заявляет, что новый процессор на 75% быстрее предшественника, а графика на 30. Последняя также поддерживает недавно представленную технологию GPU Turbo, о которой я рассказывала в обзоре игрового смартфона Honor Play. Если вкратце, она делает FPS более стабильным, сглаживая серьезные просадки. В итоге главные характеристики смартфона выглядят вот так. Тут еще добавлю, что процессор разгоняется максимум до частоты 2,2 ГГц, а у графики Mali-G51 имеется 4 ядра. В бенчмарках все это показывает уверенный средний уровень, который действительно соответствует заявленным процентам роста по сравнению с 659. А вот скорость работы системы легко можно сравнить с флагманским 970. Новый Kirin отличается от него минимально. Где-то немного дольше открывает приложение, где-то выдает менее плавную анимацию, но в основном держится на том же уровне и, думаю, большинство разницы не заметит. Для чипа среднего уровня это хорошо. С системой разобрались, теперь давайте посмотрим, какие настройки тянет Mali-G51. И в этом плане у меня двоякие впечатления. Средняя графика в танках дается тяжело. Несмотря на то, что в основном получается под 40-50 FPS, жесткие просадки в начале боя и тяжелых моментах все портят. Так что в этой игре лучше остаться на низком пресете. Зато PUBG пошла гораздо веселее. Тут тоже поставила среднюю графику и даже высокую частоту кадров, но никаких жестких просадок не было. И это несмотря на то, что эта игра тяжелее танков. Вот и результат работы технологии GPU Turbo, которая оптимизирована под этот хит и удерживает частоту кадров более стабильной. Ускорение графики прошло без лишнего нагрева, корпус остался еле теплым. В результате Kirin 710 это достойный представитель среднего сегмента мобильных платформ. В системе его скорость работы не сильно отличается от более мощного 970, а в играх он осиливает среднюю графику такого монстра, как PUBG. Для полного счастья осталось только дождаться, когда Huawei подружит с GPU Turbo с большим числом игр. Кроме нового железа, P Smart Plus интересен еще четырьмя камерами. Попарить спереди и сзади. В обоих случаях второй модуль используется для размытия фона. Конечно, это не лучшая боке, что я видела, но ему нужно отдать должное. Сложные участки отделяются плавно, опуская и захватывая немного лишнего. По крайней мере, это не так заметно, как грубый срез. Искусственный интеллект тоже старается, но иногда слишком. Бывает перед днем с улучшением и трава станет неестественно зеленой, а небо синее некуда. Если вы и сами любите делать такие эффекты в редакторе, то обработка понравится. У фронталки есть режим HDR Pro, причем результат его работы виден еще перед снимком в приложении камеры. Нажимаешь на кнопку, динамический диапазон расширяется и пересветы исчезают. Видео смартфон пишет в Full HD разрешении с неплохим качеством. Есть режим 1080 с частотой 60 кадров в секунду и 720 при 480, что необычно для аппарата средней цены. Слоумо срабатывает так. Выбираете область и когда в ней появляется движение, включается замедление. Что касается автономности, то P Smart Plus молодец, а точнее его процессор. Учитывая вполне обычную батарею и большой IPS-экран, смартфон вытащил эту характеристику только за его счет. В режиме воспроизведения HD видео с максимальной яркостью он продержался почти 7 часов, что достойно на фоне вышесказанного. Итак, в первую очередь P Smart Plus выделяется новым железом, а именно платформой Kirin 710. Huawei решили добавить ее в средний сегмент взамен 659-й. Новые процессоры графика действительно существенно мощнее старых. Этого хватает, чтобы не сильно отличаться от топового Kirin'а по скорости работы системы и тянуть некоторые тяжелые игры на средней графике. Помимо железа, смартфон интересен 6,3-дюймовым IPS-экраном, корпусом с фирменным градиентом, четырьмя камерами и неплохой автономностью. Пишите, как вам такой набор и что думаете о новом Kirin'е. Если видео вам понравилось, то не забудьте оценить его лайком, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Также смотрите обзор Honor Play и узнаете, как монтировать видео на смартфоне. Пока!